Здравствуйте! В эфире программа «Новости Большого округа». В студии Екатерина Дубровина. Смотрите сегодня в выпуске. 300 тысяч в месяц, миллион до конца года. Производство сухих душей для нужд нашей армии запустили в Красноармейске. Очень волнительно. Мы думали, что отвечаем правильно, но иногда не додумывали. Но в целом все отлично, супер. Рады бы участвовать. Свежий квиз. Ребята из Пушкина боролись за звание самой логичной команды. Море не любит слабых и умеет хранить тайны о делах морских и сухопутных, рассказал на встрече со школьниками офицер военно-морского флота Борис Клюев. Об этом и многом другом прямо сейчас. За отличие в службе, за доблесть в службе, за отличную службу в МВД. И это не все регалии нового начальника пушкинской полиции, полковника Максима Панкратова. С назначением его поздравил глава округа Максим Красноцветов. Все подробности у Людмилы Ермаковой. Расширенные оперативные совещания с представителями Главного управления МВД России по Московской области и администрации округа сегодня представляют нового начальника управления МВД России Пушкинская Максима Панкратова. Я попрошу вас всех, безусловно, неукоснительно выполнять приказы вашего руководителя, оказывать ему всяческую помощь, содействие. Ранее Максим Александрович Панкратов возглавлял отдел полиции в Реутове, до этого в Балашихе, куда перевелся в 2006 году из Волгограда. Награжден медалями за отличие в службе 3-й, 2-й, 1-й степеней. Медалью МВД России за доблесть в службе, нагрудным знаком за отличную службу в МВД. Я надеюсь на помощь с вашей стороны. Работы много в городе предстоит. Я думаю, что справимся со всеми вместе. Мои двери открыты, заходите. Я открыт для общения, готов выслушать каждого. Главная задача Максима Панкратова – вывести управление МВД России Пушкинская в число лучших по области. Электронное голосование обеспечит комфорт избирателям с инвалидностью. Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании стартовал 24 июля. Зарегистрироваться в нем можно через портал госуслуг до 4 сентября. Проголосовать через интернет можно будет в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. Избиратели, зарегистрированные на ДЭК, проголосовать очно на участке уже не смогут. Кроме выборов губернатора, также будут проходить выборы депутата МОС облдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу номер 17 и депутатов в Советы 10 городских округов. И к другим новостям. Производство сухих душей запустила группа компаний «Пластик онлайн» из Красноармейска. Такие души сегодня поставляются для нужд военных. Ежемесячно предприятие может изготавливать порядка 300 тысяч единиц продукции. Жанна Оловянникова побывала на предприятии и своими глазами увидела, как производится отечественная разработка компании. Здесь идет одноразовая губка с пенным раствором, стик с водой, сухие полотенца. Мы вскрываем пакет, достаем оттуда сухое полотенце, для того, чтобы оно оставалось сухим. Вот такой вот стик с водой. Заполняем его в пакет и получаем уже готовое моющее средство. Вот в виде такой вот губки. И, соответственно, его хватит на то, чтобы можно полностью помыться. То есть, видите, он достаточно пенный. Такой сухой душ можно принять везде, где нет воды. Что и демонстрирует генеральный директор группы компаний «Пластик Онлайн» Дмитрий Кульков в одном из цехов предприятия. Комплекты для гигиенических процедур в полевых условиях начали производить здесь в ноябре прошлого года. А в июле этого новинкой заинтересовалась Минобороны. Готовили специализированный состав, совмещали материалы, с которыми мы уже работали ранее по другим нашим направлениям. На данный момент мы выполняем гособоронзаказ для нужд Министерства обороны совместно с компанией «Военторг». До конца года у нас задача выполнить порядка миллиона единиц сухих душей. Состав моющего вещества держат в секрете. Обещают, оно гипоаллергенно. Средства сотрудницы цеха наносят на специальные губки, а дальше в инфракрасную сушку. Работают на этой площадке в Красноармейске в три смены. Отгрузили уже около 50 тысяч комплектов. Здесь уже сформирован готовый набор. В таком виде идет сам по себе комплект. Это три губки. Нижняя часть тела, верхняя часть тела для лица. Далее идет три стика с водой. Компания работает и с мобилизационными центрами, и волонтерскими группами. Одними из первых средства тестировали военнослужащие из Софринской бригады. Благодаря откликам бойцов разных подразделений в главном офисе их благодарностями начала заполняться доска почета, душ постоянно дорабатывают и улучшают. Была первая версия. Мы ее дорабатывали как по составу, так и по комплектации. Кому-то не хватало одной губки. Мы ее уменьшали, но делали большее количество внутри по комплектации. Сейчас предприниматели задумались о расширении и ведут переговоры с администрацией Пушкинского по поводу строительства новых производственно-складских помещений. Для этого планируют участвовать в подмосковной программе импортозамещения «Земля за рубль». Женноловенько Сергей Денисов, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа. И еще в продолжение темы. Все для победы. Сильный тыл – одно из ее непременных условий. 1 августа в России отмечают День тыла Вооруженных сил Российской Федерации. Параллельно с профессиональными снабженцами в Пушкинском и нашим бойцам с начала специальной военной операции помогают сотни жителей. Они стали добровольными участниками гуманитарного фронта. О волонтерах Пушкинского в репортаже Людмилы Ермаковой. Везем электрокоагулятор. Он помогает в хирургических операциях, чтобы не было больших кровопотерь. Анализатор крови. 25 тонн гуманитарной помощи в июле собрали с жителями и отправили в зону СВО волонтеры группы Бахи Хасанова из Пушкинского. Большая часть груза – медицинское оборудование и лекарства для госпиталей. Оснащение одного из них неравнодушные жители полностью взяли на себя. Маленькая помощь. Не совсем легкая. Ничего себе маленькая. Поэтому это от нас. Давайте. Мы в помощь придаем. Это ханьки. Наверное, дроновые. Прецедроновое ружье. Благодаря таким людям, благодаря неравнодушным, инициативным, организованным, идейным, сильным людям и строится, наверное, вот это крепкое, здоровое общество. Они плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь мирным жителям, старикам, детям, помогают и приютам с животными на территории присоединенных республик. Группа волонтеров «Неравнодушные ЗЭД» из Завантиевки выполняет активную гуманитарную миссию в зоне специальной военной операции. Мы передавали, когда на фронт. Военные оценили, сказали, что да, для укрытия техники – это очень хороший вариант плетения. «Неравнодушные ЗЭД» плетут сети на Рощинской, 9, бок о бок. С ними трудятся активисты молодой гвардии «Единой России» совместно с местным отделением партии «Единая Россия». Ребята понимают важность этого дела. Ребята сами иногда предлагают нам плести. Многие тут из других городов приехали. То есть мы плетём сейчас в Антиевке, а многие приехали из Софрино даже. Мастерицы общества «Активное долголетие» из Антиевки с начала осени вяжут носочки для бойцов в зоне проведения военной спецоперации. У каждой из этих женщин своя причина, чтобы включиться в общее дело. У меня родина в Горловке. Родительский дом, родительские могилы. В отделении партии «Единая Россия» в Пушкинском активно включились во всероссийскую акцию «Тепло для героя». Волонтёры и люди старшего поколения с активной жизненной позицией вяжут и отправляют российским военнослужащим свои тёплые подарки. Из тёплого флиса отшиваются вот такие вот балаклавы ребятам. А это уже волонтёрский проект «Ивантеевка. Шьём для наших». Тёплые шапки, балаклавы, снуды. С начала осени Виктория Новикова и неравнодушные жители Ивантеевки объединили свои силы, чтобы помогать нашим ребятам в зоне СВО. Флис и всё, чем мы занимаемся, закупается с пожертвований горожан. Среди откликнувшихся педагоги Ивантеевского филиала Московского политехнического университета. Сюда обратились за помощью в предоставлении площадки. По-другому быть и не могло, потому что, смотрите, Московский политех – это люди от образования, это люди особой души, те, которые знают свои корни. Волонтёрская группа «Неравнодушный зов» из Ивантеевки. Люди собирают посылки для солдат и гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Совместно с другими волонтёрами Пушкинского собирают средства на металл для специальных печей. Их волонтёрам помогают изготовить студенты Пушкинского техникума. Очень много несчастных животных. В последнее время как раз-таки по заказу Ирины нам очень нужно много перевязочных материалов, потому что животные подрываются на минных лепестках. Помогают раненым и больным животным. Специально для таких питомцев в Донецке организовали приют «Четыре лапки». И вот получилась вот такая вот конструкция, назвали её «ФАМА-180». Сейчас это выглядит вот таким вот образом, то есть это подсумок, который крепится на ремень. Волонтёрской организации «Золотые руки ангела» шьёт специальные носилки для раненых бойцов. Они выдерживают нагрузку до 500 килограммов. Необычно, когда принесли талисманы. Мы не ожидали, но люди принесли талисманы, мы их отправили и также получили от солдат очень тёплые послания. Они сказали о том, что они их оберегают, греют и они всегда их носят с собой. Благодаря акции «Доброе дело», которую поддержал губернатор области из пункта сбора помощи комплексного молодёжно-досугового центра в Ивантиевке, жителям присоединённых территорий и воинам СВО отправили сотни коробок с необходимым грузом. Аккуратно! А такой пластиковый куб для питьевой воды – одна из ценных закупок волонтёрской группы под руководством Бахи Хасанова. Воду в куб заливают в Ростове, оттуда прямо на передовую. Вместе с водой ребятам отправляют продукты и одежду, генераторы, инструменты, бензопилы и многое другое. А в этих коробках ценный подарок на передовую от администрации Пушкинского. Вот они, все рации здесь. Так что спасибо администрации. День тыла установлен 1 августа не случайно. В этот день 1941 года был подписан приказ об организации главного управления тыла Красной Армии. С тех же пор в народе закрепилась крылатая и очень актуальная сегодня фраза «Без тыла нет победы». До победы кататься. Пока есть здоровье, пока есть силы, пока народ нам помогает, мы готовы до победы ездить и помогать. Отгадать словосочетание, понять, к чему картинка, сопоставить факты и найти верный ответ. Выполнить все это пушкинцам помогала их логика. Для молодежи в парке провели интеллектуально-развлекательную игру «Свежий квиз». Кто стал ее победителем, знает Евгения Коломец. Новый формат, игра та же. В нашем округе молодежь очень любит интеллектуальные игры. Поэтому в последний день июля, когда погода наконец-то стала летней, в парке в Пушкино провели «Свежий квиз». Это интеллектуально-развлекательная игра, где нужно отвечать на разные вопросы, на логику. Сначала идут два раунда, которые просто чисто интеллектуальные на логику. Потом просмотры мультфильма на поиск деталей каких-то. И я думаю, что самое интересное – это «Блиц» и «Квизино». «Блиц» – это, соответственно, очень быстро отвечать на вопросы, даже не успеваешь подумать. А «Квизино» – там можно расставить баллы, и можно быстро взлететь, а можно и все проиграть. Сначала всем командам нужно было придумать название и представить себя. Сам квиз состоит из семи раундов. В каждом почти семь вопросов. Все они проверяют логическое мышление ребят. За звание самой логичной команды округа боролись шесть команд. Принять участие мог любой желающий. Очень волнительно. Мы думали, что отвечаем правильно, но иногда не додумывали. Но в целом все отлично, супер. Рады бы участвовать. Нам понравилось. Только мне кажется, мы не на один. Мы только два ответа. Не получше выиграть. А сложный для вас вопрос? Да, очень. Победителем стала команда «Работяги». Это единственная команда, где одни девушки, и они оказались самыми логичными. Евгения Коломейц, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Наш адмирал, так называют в округе Бориса Федоровича Клюева. Ветеран военно-морского флота, капитан первого ранга, Борис Федорович много лет отдал службе. И сегодня продолжает трудиться на благо Отечества, заняв достойное место в Пушкинском совете ветеранов. На днях он вернулся из Санкт-Петербурга, где побывал на торжественном параде ко дню ВМФ. Полон впечатлений и готов ими делиться с молодежью и нами. 30 июля вся страна отметила День военно-морского флота Российской Федерации. Главный парад прошел в Санкт-Петербурге. Там каждый год показывают мощь военного флота, корабли и катера, подводные лодки и парусные суда. Посмотреть на это съезжаются многие, в том числе и бывшие военные. От нашего округа парад посетил офицер ВМФ, капитан первого ранга Борис Клюев. Впечатлениями из своей истории он поделился с активистами молодежного центра «Точка притяжения». А так, посмотрев на новые корабли, ну я хочу сказать, кают, условия, все, как говорится, кинток. Борис Клюев рассказал про своих родителей и их вклад в победу, про виды кораблей, свое обучение и службу на Балтийском флоте. Какие были задания, какие достижения. Ребята подробнее узнали о военно-морском флоте и смогли задать свои вопросы. В наше время, да и в любое время, невероятно важно развивать патриотическое воспитание. Поэтому я думаю, что очень полезно ребятам будет послушать о жизни и службе такого человека. В молодежном центре несколько раз в месяц проводят подобные встречи. Подростки общаются с ветеранами, бывшими военными и выдающимися людьми нашего округа. Я считаю, что такие встречи очень полезны для нас, для молодежи. То, что мы узнаем много нового. Сегодня я узнал про военно-морской флот, очень много нового. Здорово, что у нас есть такие представители. Мария Лихобабенко, Владимир Овсянников, Яков Глейзер. Новости Большого округа. И в завершении выпуска о погоде. Купальный сезон вновь открыт. К концу недели вода прогреется до плюс 22 градусов. Об этом сообщают в гидрометцентре. Потепление до плюс 30 придет и в Пушкинске на этой неделе. В среду, 2 августа, синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Днем температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов. А ночью будет плюс 20. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду. А я напоминаю, что все наши материалы и новости округа вы можете найти в соцсетях. Во Вконтакте, в Телеграме, на Дзене. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. А я, Екатерина Дубровина, прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова